Всем привет, с вами Алекс Ки, и я сегодня посетил митинг на тему забастовки выборов 2018 года. Организатором данных митингов по всей стране был Алексей Навальный. Кстати, по последним информационным данным, его сразу же задержали, как только он вышел на улицу. Но новой информации пока нет, но мы присутствуем на митинге в городе Казани. Данный митинг в Казани был согласован с администрацией города, но площадка была предоставлена не очень удачная, так как она находилась почти близка к черте города. Это Московский район, окраина улицы Васильченко, дом 6, по этому адресу находится перерабатывающий комплекс по мусору. И также организатор сообщил, что неделю назад данная площадка была заснежена полностью, завалена снегом, но администрация пообещала, что к проведению митинга данный участок будет очищен. Но в итоге его очистили таким образом, что со стороны дороги, хоть пусть и по проезжей части мало машин проезжает обычно в этой части города, но все же была завалена. Там будет также кадр виден, какая гора снега была собрана. Митинг прошел довольно-таки мирно. Кстати, также все прошло с точки зрения безопасности хорошо. Я очень рада, что вас так много пришло, хотя у нас есть информация о том, что там людей не пускают. То есть парковка очень маленькая, и люди говорят, что что вы тут приехали, вам негде тут остановиться, езжайте дальше, и их не пускают. То есть, да, вот подтверждают. Конечно, они сделали все для того, чтобы людей пришло как можно меньше. Сами видите место на окраине. Мы сюда приезжали в понедельник, здесь было очень много снега, они обещали убрать, и посмотрите, как они убрали. Они поставили такую снежную стену, чтобы люди, которые едут, они нас не видели. И это, конечно, смешно, потому что здесь и так не очень много людей ездят, но они и идут, и хотят людей отсечь от нас, от протеста. Здесь место такое, сами видите, индустриальное. У нас будут трансляции, и люди, которые из других городов посмотрят на нас, они подумают, что Казань это какой-то индустриальный город, какой-то серый, мрачный город, вместо того, чтобы видеть, какая вообще красивая Казань. Я считаю, что это ошибка исполкома, надо было дать наоборот, на самой красивой площади, потому что наши трансляции смотрят по всей стране. И сегодня во всех городах России люди выходят для того, чтобы выставить свой протест с недопуском нашего кандидата, с тем, что выборов фактически нет. Людям нет возможности вообще выбрать, кого своего кандидата проголосовать. Вы посмотрите, как относятся к нашим штабам. Всю эту неделю в наших штабах были обыски, изъятия людей, арестовывали, сажали. Да, вспомните, как сегодня в Москве нам выпиливают для двери ФБК. Вчера, позавчера, вчера посадили координатора из Уфы, Лилию Чанышеву, на пять суток. Но они все равно вышли. И так в каждом городе, в каждом городе у нас изымают листовки. К нам пришли в штаб изымать листовки по какой-то вообще бумажке непонятной, на которой было написано, что Центральный избирательный комитет Магаданской области, ну вот это основание для обыска, пришли, осмотрели помещение, изъяли эти листовки, сами не поймут, что вообще у них. Ну вот сказали им прийти, они пришли. Но в некоторых штабах это же вообще был какой-то беспредел. Выпиливали двери, ломали камеры. Между прочим, это камеры, на которые вы все скидывались, потому что наши компании поддерживаются людьми. Люди дают нам деньги для того, чтобы мы целый год вели компанию. Мы целый год вели компанию. А посмотрите, те кандидаты, которые сейчас есть, они уже некоторые допущены, но и то они не ведут компанию. Да, отдыхают в Германии. И мы могли бы вести прекрасную кампанию, но мы же не останавливаемся. Мы дальше, мы продолжаем, мы будем делать забастовку. Мы будем призывать людей не ходить на эти выборы. Потому что это не выборы. Я сама не пойду. И вам я тоже не рекомендую ходить. Потому что почему я должна выбирать из каких-то кандидатов, которых там допустили? Каких-то удобных Путину кандидатов. Я не хочу из этих кандидатов выбирать. Я хочу выбирать из тех, кто может что-то сделать для страны. Мой кандидат Алексей Навальный. Потому что он может создать команду. Он может вести работу. Он может собрать людей. И он знает, куда двигаться. И как это все сделать. Президент все не может знать. Но он может подобрать команду. Я вижу, что сейчас очень много у нас людей пришло. Я очень рада этому. И вот еще даже люди подходят. Давайте, пожалуйста, сделаем так, чтобы мы... Как можно большего людей найдут в марте. Мы будем готовить наблюдателей. Наш штаб готовит наблюдателей. И здесь вот мы раздаем такие листочки. Да, привет. Очень живенько здесь. Иногда здесь еще ездят такие транспорты. Они очень длинные. Долго-долго идут. Предлагатель может подписываться. Предлагатель может так жить. Да, конечно. Московский сон. Да, давайте. Бывшие Кировы. Во-первых, я вам хочу сказать, что вы всегда можете прийти к нам в штаб, пройти обучение наблюдателей. И в марте давайте будем наблюдать. Мы должны увидеть истинную явку, которая есть. Потому что мы общаемся с людьми. И что нам люди все говорят? Я не пойду на эти выборы. Это я вообще никогда не хожу, они говорят. И сейчас людей сгоняют. Мы должны все факты по сгону людей обнародовать. Делать их явными. Показывать людям, что, во-первых, это незаконно. Во-вторых, это показывает то, что власть не считает себя уверенной. Они только таким образом могут себе набрать высокую явку. Мы хотим увидеть реальную явку. Я думаю, что она будет низкой. Если интересно, посмотрите, как наши наблюдатели в нашем штабе ездили за референум в ноябре. Это же показательно. Там, где есть наблюдатели, явка 20%. Там, где нет наблюдателей, явка 90% нарисовали. Потому что им никто не препятствует. И мы всегда должны свои права отстаивать. Потому что если мы не будем их отстаивать, им ничего не будет препятствовать. Поэтому приходите в штаб. Координаты вот здесь вот на листовках вы можете взять. У нас каждую неделю проходит обучение наблюдателей. И еще я вас очень хочу попросить поддержать те города, которые сегодня выходят несанкционированно. Давайте передадим привет Москве. Привет, Москва! У нас есть в Питере несогласованный митинг, но люди все равно там выходят. Людей поставили в условие, когда фактически по Конституции мы не должны вообще получать разрешение. Мы должны просто уведомить, что мы там будем. Для чего мы должны уведомить? Чтобы исполком подготовил для нас место, где мы можем высказать свое мнение. На деле мы приезжаем сюда. Нам ставят какие-то рамки. Людей не пускают. У нас проверяют сумки. Ну ладно, хорошо, это пускай будет безопасно. Но мы хотим иметь возможность всегда высказать свое мнение. Штаб всю осень пытался представить приезд Алексея Навального в Казань. Я уверена, вы все здесь хотите, чтобы он к нам приехал. И ни разу нам не согласовали. Ни одно место нам не предложили. Город говорит, что нет места в Казани. В большой, замечательном городе Казани нет места для того, чтобы выступил политик. Разве это не нарушение избирательных наших прав? Почему мы не можем послушать то, что говорит политик? Они должны давать возможность высказываться всем. Ну, да, кстати, наверное, мне надо уже передавать микрофон и дать возможность высказаться другим. А то, что это я увлеклась. Сейчас я попрошу на сцену, я приглашаю на сцену Искандера Ясавеева. Это известный казанский активист, очень уважаемый. И я передаю ему микрофон. Подержите. Здравствуйте. Мне кажется, на таких митингах, как наш, трудно выступать. Потому что все все понимают. Просто я объясню, почему я здесь. Я не могу... Я социолог, я исследователь. И не могу назвать себя последовательным сторонником Навального. Но то, что сейчас делают штабы Навального, полностью совпадает с моими представлениями о том, что нужно делать. Я не хочу быть, как и вы, я не хочу быть объектом манипуляций со стороны властей. И не хочу участвовать в игре, которая называется всенародно избранный Путин. Поэтому 18 марта я пойду на выборы. Но пойду только в качестве члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Кстати, вот эта работа в избирательной комиссии, это одно еще основание моей критики и протеста по отношению к властям. Я видел, как власть заставляет школьных учителей подлечить и делать бросы. Это было на нашем участке. То есть нынешняя система власти, она не просто не служит интересам граждан. Она развращает, ресоциализирует тех, кто ей подчинен. Учителей, полицейских, преподавателей вузов, к счастью, не всех. Это только те, кого я видел. И эту власть нужно менять. Но участием в этих выборах, а эту власть не сменить. Участие в этих выборах, на мой взгляд, способствует только сохранению этой власти. Поэтому я поддерживаю идею бойкота выборов. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Данил, я волонтер казанского штаба Алексея Навального. Спасибо. Замерзли? Согрейсь сейчас. Отныне пришел конец эпохи гражданского безразличия и равнодушия. Эпохи, когда мы не представляли силы. Теперь мы, группа независимых и требующих справедливости граждан, которых власть так безобразно все время прессовала, теперь мы представляем силу, а не ничто. Мы за честные и чистые выборы, а не за те махинации, которые нам предлагают, приукрашивая их безобразие теми кандидатами, которые были допущены. Благосостояние нации напрямую зависит от политики и отношения власти к народу. Вот нелегитимный правитель будет учить отмене большинства? А оно ему было когда-нибудь важно? Нет. А будет? Нет. Правильно. Вот спросите у любого человека, даже у сотрудника полиции, а выборы настоящие, что он с вами скажет? А он хотел голосовать, что он скажет? Он скажет, что меня заставили? Никак. Но ни следственный комитет, ни прокуратура, ни станции, соблюдайте по этому делу уголовные дела. И тут и возникает парадокс. Вот вы хотите честные выборы? Да. Вы хотите прессинга со стороны полиции? Нет. Вы хотите вбросов? Нет. От чего это зависит? Вот эта вся совокупность тех благ, которые нам нужны. Правильно. Здесь дело не только во власти, но и в нас. И каждый должен сделать свой выбор. И прежде всего не идти на эти выборы, потому что это не выборы. И я уверен, что когда-нибудь наша страна станет прекрасной. И что когда-нибудь мы не станем снова объявлять бойкот этим выбором. Спасибо. Ура! Бойкот! Здравствуйте. Мне 59 лет. Я не Навальный, а что это? Но я за Навальным. Вы видите, куда нас загнали? Да, да, да. Нас загнали в промзону. И в следующий раз я вас призываю собираться не здесь, на помойках. Где наш начальник штаба? Ильвера. Где? Ильвера. Навальный вышел на Тверскую, потому что ему назначили соколников. И нам нужно выйти. Нам нужно выйти на площадь свободы, чтобы в кабинетах Кабмина было слышно. Наши роскоши, Путин вор, Навальный, 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 Навальный. Спасибо. Очень персональное выступление. Так, теперь я приглашаю на сцену Азата Кабдулевалеева. Он у нас занимается обучением наблюдателей. И если кто-то уже прошел обучение, может подтвердить очень хороший курс лекций. Поэтому приходите, пожалуйста. А сейчас я передаю им как-то. Здравствуйте. Выборы, то, что сейчас называют выборы, они очень сильно обесценились и девальвировались отсутствием Алексея Навального. Алексей Навальный должен был быть в этих бюллетенях 18 марта, но его нет. Но я хочу сказать еще вот что. Доверие к выборам подрывается еще и тем. Мало того, что у нас система недопуска существует неугодных кандидатам. Сами выборы, они частенько фальсифицируются. И вот, например, про Казань и Тарстан я это очень хорошо знаю. Многие, наверное, знакомы с разоблачениями, которые я раньше публиковал. Были разоблачения после прошлых президентских выборов по 12-му году и по 16-му году. К сожалению, у нас фальсификация на выборах носит не просто масса, они носят тотальный, всеобщий характер. Вот. И все-таки задача наблюдения на выборами, контроль за выборами, она не снимается. Выборы надо контролировать. Поэтому я призываю вас принять участие в этом. Обучение наблюдателей проводится. Одного часа, накануне дня голосования этого, конечно, не хватит. Там слишком много тонкостей, слишком много нюансов. Чтобы вас не обманули, приходите, пожалуйста, на обучение. Да, 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 да. Спасибо. Привет, Казань. Давайте помашем немножко, согреемся. Меня зовут Виктор. Я сотрудник одного из авиапредприятий нашего города. И учился я, чтобы работать на нем целых 6 лет. Зарплата моя 20 тысяч. Скажите, куда мне эти 20 тысяч? У меня ипотека 40. Я на что должен жить? Вот, да, только на ПИС остается. Совсем недавно к нам приезжал Путин. И я бы хотел студентов спросить, которых горячо приветствуют, отнести в ареню. Какую жизнь вам готовит этот человек? Вы подумали? Нет никакого будущего. Если честно, я бы уже растерялся. Да, да, Путин, вот. Сейчас все мысли вылетели. Единственное, что хотелось бы еще сказать. Стыдно перед... Мне кажется, должно быть стыдно старшему поколению за то, что страну развалили обидно. Это все происходило с вашим молчаливым согласием, к сожалению. Так вот, я не хочу, чтобы мне в будущем было так же стыдно, как и вам. Поэтому я избираю путь борьбы с нынешней властью. У нас еще есть несколько выступающих. Сейчас подойдет еще один выступающий. Давайте пока передадим привет еще раз Москве и Питеру. Потому что, ну, они их там будут сейчас задерживать. Но, тем не менее, они выходят. Давайте что-нибудь в Москву расходируем. МОСКВА! 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 Да, вот тут сообщают, что Навальный пришел на Тверскую. Я не сомневалась, что он обязательно туда выйдет. Потому что это героический человек. Вы помните даже, когда посадили его брата, он все равно поехал. Хотя он был фактически под домашним арестом. Он срезал свой браслет, который отслеживал его в перемещении и поехал. Это настоящий лидер, который всегда будет показывать нам примеры, как нам себя вести. И как Навальный говорил после выборов в Москве. Мы должны быть, прежде всего, честными людьми по отношению к себе. И все свои поступки должны соизмерять с этим. Я сейчас тогда передаю микрофон... Тут очередь... Вот я хочу тогда передать микрофон Марсину Шамсудинову. Он много раз принимал участие в выборах и знает, что это такое. Спасибо. Здравствуйте, молодежь. Здесь вот молодой специалист действительно правильно сказал, что наша страна стала такой, которая и есть, с полицейским произволом, с нечестными выборами, с несвободой. Потому что мы, старшие поколения, молчали в тряпочку, честно говоря. Когда произошла там революция 91-го года, мы подумали, что дело сделано. Мы перестали организовывать партии, перестали заниматься политической деятельностью, политической борьбой. Знаете, как древние греки в Афинах, там, в Древней Греции называли людей, которые не занимались политикой? Которые только пахали землю, платили налоги. Ну, говорили, политика это не наше дело. Там есть кто разберется. Знаете? Идиотами, правильно, вот здесь грамотные люди есть. То есть вот это слово идиота пошло с тех пор. И это правильно, потому что человек не живет за дверью своей квартиры, своего дома. Он живет в обществе. И нам критически важно, какие законы, какие порядки, какие правила будут в этом обществе. Будет ли свобода в нашей стране. Свобода выбирать, кого хотим. Навального, Собчак, Явлинского или кого-то другого. Свобода зарабатывать, как хотим. И чтобы свобода детей своих учить, как хотим. Свобода смотреть фильмы, такие, какие мы хотим. Позорище. Вот запретили фильм смерти Сталина. Это же цензура. Мы что, маленькие что ли, не разберемся, какие фильмы нам смотреть, какие не смотреть. Свобода, вот основополагающая вещь, которая должна быть в нашей стране. Мне тут говорят, да что ваша свобода, она не помогает, кусок хлеба не помогает зарабатывать. Как раз она помогает зарабатывать. Как раз свобода дает возможность многое хорошо зарабатывать. Почему самые молодые миллиардеры, тот же Сергей Брин, российский бывший гражданин, Цупербергер и так далее, живут в свободных странах. В Америке, в Европе и так далее. Потому что там можно реализовать себя. А здесь у нас назначают, кого недавно, 23-летнего, какого-то опять блатного молодого человека назначили руководителем гарантийного флота Татарстана. Представляете? Позор всему этому. Еще, как родитель двух школьников, могу сказать, у нас в этом году, вы знаете, повысили обеды школьные. Был 50 копеек, стал там около 70. И в то же время департамент образования школьного и детского сада города Казани купил престижную иномарку Киэджи Нэнзис. Ну, это такая престижная иномарка с массажем попы на сиденьях и всего остального. И на запрос одного из депутатов госсовета в декабре, зачем вам такая престижная иномарка, эти наглые чиновники, вот просто без стыда и совести сказали, для имиджа. Вот я хочу спросить, какой имидж у департамента образования города Казани? Они что, президентов встречают, премьер-министров, то есть они нам прямо в глаза сказали, для фонтов корявых, вот хотим видеть себя князьями. Вам вообще обнаглели. То есть они что, в школу будут приезжать на этой коже-роже с массажем в сиденьях? Вот именно. Вот чтобы такого не было, чтобы нам не поднимали стоимость обеда в школы, чтобы чиновники на наши налоги, бюджеты не покупали такие престижные иномарки за миллионы, которые нафиг не нужны, ни для какой надобности, кроме, действительно, как они сказали, для фонтов корявых, для имиджа, чтобы они видели, что они начальники здесь, на ровном месте. Мы требуем, протестуем, чтобы все кандидаты были допущены для выборов президентов Российской Федерации, в том числе Алексей Навальный. Ура! Мы требуем, чтобы все партии были допущены ко всем выборам. Мы требуем, чтобы избирательные комиссии формировались не на треть от госсовета, то есть существующей власти, на треть от избирательной власти, и только на треть, я просто знаю, как председатель партии Парнас, постоянно участвую в этих всех заседаниях Центрального избирательного комитета, когда мы подаем своих кандидатов, вот Искамбер Исавеев правильно сказал, он член комиссии с правом решающего голоса, партия Парнас подала 40 с лишним кандидатов. Ни одного не утвердили, хотя там были кандидаты наук, там был я, который там четверо выборов уже, Илья Новиков и так далее, а какой-то союз аграрной молодежи Татарстана, им чуть ли не 100 с лишним человек назначили членами комиссии. То есть нам врут в глаза, вот ваша партия, партия прогресса Алексея Навального, до сих пор не зарегистрирована, хотя у нее вот сколько членов практически готовых, и отказывают в регистрации по надуманным предрогам. Сколько раз Эльвира уже пытались зарегистрировать? Раз 10? Шесть раз собирали пакет документов, чтобы зарегистрировать в партию прогресса с председателем Алексеем Навальным, но до сих пор не зарегистрировали. Вот для этого мы вышли здесь. И помните ошибки нашего старшего поколения. Если мы не будем заниматься политикой, если мы не будем бороться за свободу, за наши права, мы будем получать по 20 тысяч, вместо 200 тысяч, как на том же Западе. Мы будем не иметь своих кандидатов, мы будем тратить деньги на престижные Мерседесы, иномарки и так далее. Вот для этого мы не хотим быть идиотами, как говорили древние греки. Для этого мы вышли сюда. И мы будем бороться дальше, пока не добьемся своего. Мы нормальные взрослые люди. И будем жить так, как мы считаем нужно в своей стране, в своей Российской Федерации. Спасибо. Спасибо за выступление. Сейчас сообщают, что Навального задержали на Тверской. Это, конечно, было очевидно. Потому что власть не хочет, чтобы люди выходили. Позор! Это показывает, как власть не хочет видеть независимого кандидата вообще нигде. Не пускают на выборы, не дают выходить. Люди выходят. Он, как кандидат, конечно, должен быть вместе с ними, как наш лидер. Но, тем не менее, ему не дают выйти даже на улицу. Иногда его арестовывают даже по въезде. Свободу Навальному. Свободу Навальному. Свободу Навальному. Сейчас его могут опять посадить на 20-30 суток. Как это обычно бывает. Но мы все равно будем вести свою работу. Потому что у нас не какая-то вертикаль власти, как у нынешней власти. Мы можем работать и самостоятельно. Мы можем действовать всем. Потому что мы все разумные люди. Все свободные люди. И нам не нужен какой-то там царь, который нам будет указывать. Мы все равно будем продолжать свою работу. Спасибо всем, что пришли. У нас митинг продолжается. Я передаю слово Андрею Бояшеву, нашему активному волонтеру. Всем привет. Здравствуйте, уважаемые жители города Казани, неравнодушные к своей стране. Привет. Сегодня действительно стоит сказать большое спасибо всем тем, кто сюда пришел. И пришло очень много народу. Потому что, как вы видите, сегодня у нас с вами новое и очень необычное место проведения митинга. Рядом с мусоросортировочной станцией. На окраине Московского района. И, наверное, таким образом власть стремится нам показать. Кстати говоря, городская власть, которую ни разу в жизни на выборах никто не выбирал, стремится нам показать наше настоящее место. Вы, наверное, помните, что 12 июня они согласовали нам антикоррупционный митинг в поселке Юдино в 7 часов утра. Были там, да? Да! Для чего это было сделано? Ну, очевидно, для того, чтобы нас не было видно и не было слышно. Правильно? А, наверное, тоже помните, что 7 октября прошлого года они согласовали любезно, согласовали нам пикет за Навального в 6 часов утра в парке Крылья Советов при выключенных фонарях уличного освещения. Знаете, были там, да? Ну, сделано это для того, чтобы нас снова не было видно. И вот сегодня они предоставили нам эту площадку, сославшись на то, что других площадок у них нет. А, наверное, снова для того, чтобы нас не было видно, не было слышно. И, наверное, еще для того, чтобы от нас с вами дурно пахло. Но знаете, в чем парадокс? Несмотря на то, что мы с вами находимся сегодня здесь, мы это с вами точно знаем, где находится настоящий источник неприятного запаха в нашей стране. Где находится источник той вони, которая на протяжении 18 лет отравляет существование нашей страны. Скажите, пожалуйста, вы знаете, где находится настоящая помойка? Вы знаете, как она называется и кто ее возглавляет? И вот представьте себе, еще 6 долгих лет эти люди планируют отравлять нашу с вами жизнь своими токсичными выделениями, своими отвратительными ядами и испарениями. Скажите, вы готовы терпеть еще 6 лет? Мы с вами готовы сидеть, сложа руки и ждать, как они запирают в себе наше будущее и уничтожают нашу страну. Сегодня сюда пришли люди, поэтому сегодня сюда пришли люди неравнодушные к своей стране. И задачи каждого пришедшего сюда человека сегодня предельно ясна и понятна. Это убедить как можно большее количество людей вокруг себя не участвовать в позорной процедуре переназначения одного и того же никчемного человека на следующий президентский срок. Правильно? А и вот в этой связи вообще говоря, да, президент это выборная должность, должность, которая определяется в результате честных, открытых и конкурентных выборов. Вот как вы думаете, Путин настоящий президент? Нет! Вот я тоже так думаю, знаете почему? Потому что все мы прекрасно знаем и прекрасно помним, а кто не знает, можете посмотреть в открытых источниках в интернете, как проходили последние президентские выборы в 2012 году, и какой процент был накинут на кандидата по фамилии Путин, и какой процент был накинут для повышения явки. Могу сказать свой личный пример. Я работал мобильным наблюдателем в городе Казани на тех выборах, и на последнем участке своего наблюдения в здании одной школы располагалось 4 избирательных участка. То есть там голосовали избиратели, живущие в соседних домах, на одной улице, в одном дворе, максимум на соседних улицах. И что? Только на одном участке из 4 кандидат по фамилии Путин набрал 52%, и на этом участке действительно не было ни вбросов, ни каруселей, ни приписок, ничего. А сколько набрал кандидат по фамилии Путин на трех оставшихся участках? Как вы думаете? Он набрал 70%, причем одинаково 70%, ну плюс-минус там 1% на всех трех участках. То есть давайте сделаем простое арифметическое действие. От 70 отнимем 52, получим. 18, практически 20% было приписано кандидату по фамилии Путин, и это только в Казани. А сколько процентов было приписано ему за пределами в Казани, в районах республики Татарстан, можете себе представить? Много, цифра, наверное, астрономическая. И вы представьте, сейчас, спустя 6 лет, они вновь хотят провернуть свою традиционную спецоперацию, переназначение, практически уже силовую спецоперацию, переназначение себя любимых на высшегосударственный пост в стране. И радостно при этом потирают ручки. И я считаю, что задача каждого вменяемого человека сегодня в стране, я скажу более конкретно, задача каждого вменяемого человека, живущего в городе Казани, им здесь эту спецоперацию в Казани сорвать. Вы согласны? Да! Нанести максимальный политический ущерб. Правильно? Да! Мы сможем с вами это сделать? Да! Это очень хорошо, но видите, господин Путин не согласен с нашими планами. Он не согласен с планами народа России жить хорошо, улучшить свою жизнь, жить нормально в своей собственной стране. И именно поэтому он сегодня отправил нас митинговать сюда, ну, фактически на свалку. Так давайте же мы не останемся в стороне и отправим Владимира Владимировича в то место, которое он действительно заслуживает. А заслуживает он только одного места, свалки настоящей, под названием «Свалка истории». Давайте все вместе на этих всех выборах отправим Путина на историческую и политическую свалку. Путина на свалку! Путина на свалку! Путина на свалку! Путина на свалку! Спасибо большое! Спасибо большое за выступление. И как раз я хотела сказать, что... Желаю, спасибо. а здесь я могу сказать про фальсификации да действительно основной проблемой и в россии официально и в частности нашими играми являются фальсификации веду ее полно видеозаписей просто их посмотреть они подлинные с официальных камерках выгласывают бюллетеней ну вот смотрите нас здесь сейчас практически тысяч человек где-то чтобы обеспечить качественную нагрузину хотя бы в голове с вами нужно на каждом участке по два человека по данным участкам в этом месте каждый из вас кто здесь стоит запишется в наблюдателя и мы эту задачу сможем выполнить я хочу вас спросить вы пойдете в наблюдателя? вы пойдете в наблюдателя? вы пойдете? да вот и важный момент что нужно не просто чтобы человек вышел на участок а чтобы он был подготовлен а завтра я вам уже говорил что мы проводим обучение и самое главное не откладывайте это в самый последний момент заранее приходите приходите обучение потому что только подготовленный наблюдатель сможет выявить нарушение правильные не будут зафиксировать и предотвратить всем спасибо я еще раз повторяю что пожалуйста приходите к нам в штаб у нас в соцсетях всегда вывешено расписание нашего обучения в том числе вот Михаил у нас ведет обучение и вы всегда можете прийти к нам и в течение двух лекций обучиться и стать настоящим очень образованным наблюдателем который сможет пресечь вот эти фальсификации и передать микрофон здравствуйте уважаемые сограждане меня зовут Хмедон Рады очень рад видеть вас всех здесь и место как сказали такое показательное по отношению к нам как власть себя ведет и в то же время это очень хорошее место чтобы проиллюстрировать в какой стране мы сейчас оказались в какой стране вот посмотрите вот это советское наше прошлое ржавое которое еще нам дает двигаться вперед и новенькие трубы которые на запад качают наши ресурсы и деньги в кармане в карманы олигархов да вот это наша страна а теперь по теме да я прошу прощения я зачитаю тот текст который я подготовил забастовка избирателей является логичным ответом на поправление механизмов сменяемости власти являющийся неокременной частью на главнейшего закона любой демократической страны что это такое конституция правильно гарант конституции превратился в консервант коррупции и культа личности население России стремительно вмещает цензура, пропаганда возраждаемая инквизиция империализм убивают человеколюбия самоизоляции присущей здоровой нации зато культивируют культивируют чувство превосходства на слабыми странами и не на странах сильной экономикой у нас восхваляются страны людоедские с диктатурой все это происходит на наши глаза следствием этого в частности являются недавние трагические события в школах во всех провалах прогревавшуюся власть предлагает винить США и Европу вспомним рогозим таксо космонавтика зато видим коллапт правоохранительной системы когда назначаются реальные сроки участникам мирных витингов за репост в интернете за собрание в то же время за пытки повлекшие смерть назначаются условные сроки миниарты наворовано выводятся в офшоры а деньги на лечение детей собирается смс почему депутаты едут лечиться на запад которые они так любят ругать потому что они граждане я думаю дальше можно долго продолжать и устремить отсутствие реальной здоровой конкуренции власти в условиях противоконституционного недопуска на выборы кандидата президенты Алексей Анатольевич Навального считал выборы спектаклем для граждан России и мирового сообщества под названием легенитизация узурпации власти шайкой негодяев призывая граждан России присоединиться к активному бойкоту к забастовке избирателей призывая пойти на выборы не избирателям а наблюдателям и противостоять в этом статусе в этом статусе фальсификации явки ведя собственный подсчет количества выборов бюллетеней выполним свой гражданский долг защитим конституцию спасем Россию вместе мы победим я вижу вы уже все замерзли даже некоторые стали уходить еще два коротких выступления и не нет вот смотрите тут хочет выступить студенты я его приглашаю на сцену он хочет вам сказать что он думал по забастовке именно с точки зрения студента дорогие друзья всем привет привет студенты друзья старшее поколение я очень рад всех вас здесь видеть говорю на эти суст студента я то есть очень беспокоюсь надеюсь вы меня поддержите все хочу сказать насчет моей семьи чуть-чуть потому что мой отец майор полиции и как бы он у меня умер в 2008 году за него я получаю военную пенсию 10 тысяч рублей а также у меня есть одна мама и ей 58 лет то есть моя мама 58 лет которые получают пенсию 15 тысяч рублей и отец который умер когда-то я за него получаю 10 тысяч рублей работать я не могу потому что заканчиваю юридический факультет пишу диплом стараюсь для того чтобы в будущем моя мама все-таки обрела покой того что она элементарно не может купить себе холодильник она живет с дедушкой с которым она познакомился около двух лет назад и вот они вместе откладывая свою пенсию элементарно покупая вот эти вот сапоги мне потому что я сам себе не могу потому что я студент который в России ни хрена не может ребятки то есть чтобы студент в России смог взять себе квартиру машину телефон который замерз вот телефон я взял под 15 процентов кредита ребятки поэтому хотелось бы купить маме холодильник элементарно элементарно взять в кредит я платил бы каждый месяц обработал бы но проценты слишком завышены такие дела ребятки поэтому вас здесь очень много и то что вы собрались мы с вами сегодня вместе это огромная сила пока мы стоя на сцене говорим знаете как когда я поднимался на сцену я думал меньше не получится но люди улыбаются люди поддерживают и ребятки пока мы вместе мы все сможем мы сила ребят и самое интересное никто никто кроме нас ребят удачи всем ребятки удачи всем спасибо большое что вы слышали спасибо отлично отлично я считаю давайте поддержим я хочу сказать что у нас здесь есть не только казанцы но еще из других городов республики к нам тоже приехали я видела из Нижнекамска из Елабыги и вот я как раз представителя хочу позвать здравствуйте я приехал из Нижнековского района специально на этот митинг я хочу от имени нашего поколения просить прощения у вас, молодых потому что это наша вина потому что это наша равнодушие наша трусость наша быдлость довела сегодня страну до этого мы не могли противостоять тому что произошло в 90-е годы произошла криминальная революция и она произошла с улицы но идея воровская идея плотно укоренилась во властных рядах и сегодня идеология этой власти это воровская идея а коррупция это чистый инструмент вкусно жрать и сладко спать с чего счет это единственное ради чего эта власть держит эту власть они они не могут развивать страну нет воровского пути развития это тупик и если мы не сможем сейчас зависит все от вас от вашей решительности от вашего патриотизма от вашего отсутствие страха будет ли страна наши жители нет я считаю считаю что угроза национальной безопасности сегодня это сама власть очень национальная безопасность и существование самой России нашей Родины они бездоказно практически разворовывать все мне недавно звонили ребята из Иркутска там что творится продали Китай все продали все что можно это все невероятно весь лес все ресурсы уходят за границу деньги в России не приходят на Биулина которая значит отправляет значит у нас отсутствуют деньги она миллиардами финансирует Соединенных Штатов это же измены Родины они воруют здесь и уносят туда это изменники Родины их надо судить по статье изменники Родины не коррупционеры он украл здесь потратил здесь он коррупционер мошенник а если он украл здесь отвел туда в другую страну это изменник Родины это диверсант экономический диверсант который разваливает нашу страну один из яркие показательные святые бригады значит людей это Якунин как только он перестал разворовывать эту железную дорогу где он сейчас живет Англия кто его дети где они чьи они граждане в Швейцарии по-моему один Кипра вот все вести уже патриотизм это псевдо это офшорных патриотов это мы с вами патриоты наши нам отсюда некуда ехать мы не скупали квартиры нигде там ни в Лондонах ни в Штатах нигде мы здесь будем жить они пускай убирают за свои маленькие родинки дадут на стране спокойную жизнь я обращаюсь к власти не доводите страну до революции находит предел протестное настроение все сильнее и сильнее уйдите мирно уйдите мирно я призываю не дай бог революции не дай бог это будет страшной крови ухудит 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 спасибо ребята это от вас многое зависит будет ли наша страна существовать в дальнейшем или она просто развалится как ничто спасибо за выступление еще одно очень маленькое короткое выступление я значит значит хочу сказать почему я за Навального Вот смотрите, если что-то делается с разрешением администрации города, страны, этому дается деленная улица. Вот посмотрите, позорище, плакаты Путина, а в это время он еще не собрал свои подписи. И вы знаете, сколько там будет всякого подшака. Согласны? Да! Дальше. Неужели эти вот его плакаты «Сильный президент» в чем сильный? В Украине тайную войну ведет. В этом он сильный. Нашим этим самым, ну и так далее. В общем, что я могу сказать? Надо поддерживать тех людей, которые следуют закону, а не этому самому разрешению администрации. Вот поэтому я за Навального. Я, конечно, замерз-то еще хочу сказать. Я никогда не голосовал за Путина. Сначала потому, что он был преемник, а мне преемники не нужны. Потом потому, что это было уже глупо, потому что выборы украдены. Вот и все. Спасибо вам. Извините, я замерз. Все замерзли уже. Некоторые даже... Давайте все-таки мы наш митинг закончим, потому что действительно все замерзли. Спасибо. Дорогие казанцы, вот единственное, что хочу сказать. Для миллионного города все равно нас очень мало. Вот вы все обменяете пожилых людей. А я хочу спросить вас. Вот вы своих родителей склонили на свою сторону. Они будут так, как вы, голосовать, не голосовать. Вот тогда, может быть, что-то и получится. А если только вот эта кучка людей, ничего у нас не получится. Поэтому вот вы же все учитесь, где-то работаете. Каждые хотя бы по 10 человек сагитируете, и они своих родственников. Вот тогда мы победим. Ура! За востоку! За востоку! За востоку! За востоку!